Здравствуйте, это Актуальное интервью. Я Андрей Погорелов и мы обсуждаем актуальные вопросы и события. Сегодня гость нашей студии, начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности окружной администрации города Якутска Николай Ксенофонтов. Николай Анатольевич, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. В связи с крупным ДТП в Меденок-Кангаласском районе ГИБДД проводит большой рейт, проверяет междугородние такси. А коснется ли это пассажирских перевозок в нашей республике, либо непосредственно в городе Якутске? Ну да, на территории городского округа города Якутск у нас и так осуществляется контрольно-надзорное мероприятие в части пассажирских перевозок. Это территориальным отделом управления межрегионального управления, восточно-сибирского межрегионального управления госавтодорнадзора. То есть они отчисляют контрольно-надзорные функции в части пассажирских перевозок. То есть городской транспорт это непосредственно тоже коснется в связи с данным ДТП. А как в целом проходят проверки, как часто проверяются, то есть плановые, внеплановые проверки водителей автобусов? В целом у нас есть на всей Российской Федерации 214-й федеральный закон о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На основании этого закона у нас проводятся проверки плановые, внеплановые, выездные, внеплановые проверки, которые согласовываются с органами прокуратуры. Ну, внеплановую проверку могут назначить любому предпринимателю, который допустил нарушение, которое может повлечь возникновение угроз жизни и здоровья граждан. Это мы говорим о внеплановых, а плановые проверки? Да, плановые проверки у нас проводятся раз в три года. Ну, это в обязательном порядке, то есть каждый предприниматель раз в три года? Да, да. Или как упадет жеребий? Нет. То есть здесь все без исключения предприниматели должны быть готовы? Ну, если говорить вообще в целом о этой сфере, да, о транспортных перевозках, пассажирских перевозках, прошла информация касаемо тахографов. То есть, когда они будут установлены и будут ли они вообще установлены на городских автобусах? Ну, вот на сегодняшний день у нас вообще в целом действует 36-й приказ Минтранса, в котором прописано, что в тахографе существующие автобусы, осуществляющие перевозку пассажирных багажа в Междугородном сообщении. Будут внесены изменения, с июля 2019 года уже планируется ввести нововведение, в частности того, что у нас городские автобусы на маршруту тоже будут. То есть сейчас тахографов у нас нет и до июля 2019 года не ожидается? Да. А если говорить об количестве водителей, о предпринимателях в городе Якутске, какова их численность? На сегодняшний день у нас порядка 800 субъектов осуществляют деятельность перевозки пассажиров и багажа в городском сообщении. И МОП ЕПАК один субъект, муниципальное интервентное предприятие. Николай Анатольевич, вопросы, связанные с мигрантами, приезжими из других городов, других государств, как с ними обстоят дела? Имеют ли они право работать с водительскими удостоверениями своих стран? Если нет, то что им для этого нужно пройти, сдать? Как получить разрешение на то, чтобы осуществлять эту деятельность перевозки пассажиров? Получается, с 1 мая у нас, 2017 года, вступила статья номер 20, 116 федерального закона. Изменения в этой статье вступили в законную силу. Там говорится о том, что перевозка пассажиров и багажа должна осуществляться водителем, который имеет российское национальное водительское удостоверение. Ну и в июне месяце этого же года были внесены поправки статью 25, это уже федерального закона о безопасности дорожного движения, которым разрешили осуществлять деятельность водителем республики Кыргызстан. То есть и тем государствам, которых русский язык используется в качестве государственного, да? Это Беларусь, республика. Но также у нас на территории республики в целом есть указ президента о том, что деятельность у нас связанная с перевозкой пассажиров, багажа, торговля, осуществляется без патентов. То есть если эмигрант имеет патент, то он не имеет права осуществлять. То, что касается городских автобусных маршрутов, то у нас перевозчиками была проведена работа, они изыскивали кадры подходящие, чтобы исполнить данный указ и данные требования федерального законодательства. В целом у нас сейчас на автобусных маршрутах порядка 30% эмигрантов исчислили деятельность, ну, законно. То есть они имеют российские национальные водительские удостоверения, ну и без патентов. А вот водительское удостоверение Российской Федерации и иного государства, они как-то сильно отличаются? То есть в плане подготовки, может быть, самих водителей? Ну да, у нас есть ряд требований. В любом случае со стороны ГИБДД. Как вы видите, у нас постоянно вносится изменения в правила дорожного движения. То есть не как в других государствах. А вот введение, кстати, данного закона, как сказалось в целом на перевозках в городе Якутске? То есть не было ли сложностей каких-то, как с ними боролись? Да, сначала у нас был небольшой коллапс. Ну, где-то в течение двух месяцев у нас перевозчики хорошо отработали и изыскали кадры соответствующие квалификации. Ну, насколько известно, граждане иностранных государств, они издают какие-то экзамены. То есть на знания также еще дополнительно издают какие-то, проводят курсы, опять же, экзамены, зачеты на знания русского языка еще. Такое тоже у нас есть со стороны миграционного законодательства. То, что касается замены водительского удостоверения, да, такое есть. То есть если гражданин другого государства приехал и хочет работать в сфере пассажирских перевозок, он может пойти отучиться, издать правила дорожного движения в государственной инспекции безопасного дорожного движения и получить водительское удостоверение на срок пребывания в нашем государстве. Ну, вопрос следующий касается не только жителей иностранных государств, а в целом, да, водителей, которые хотят осуществлять перевозку пассажиров. Какие-то требования к ним сейчас предъявляется, какой-то стаж? Ну, да, обязательно квалификационные требования. Если водитель устраивается на работу на пассажирские перевозки, он должен обязательно пройти у нас стажировку. У него должно быть повышение квалификации ежегодно. Иметь соответствующую категорию, естественно. Если он собирается пойти работать на автобус, то у него должно быть соответствующая категория АДЭ. Ежегодно он должен проходить медицинское освидетельствование. Вот такие предъявления предъявляются именно кандидатам-водителям. В принципе, требования перечень их достаточно обширный. Вопрос по жалобам. Вот ваш отдел как раз в окружной администрации. С какими вопросами чаще всего обращаются сейчас граждане? Что происходит? Были случаи, когда водитель где-то там провез кого-то, либо перевез, то есть до конечной довез, либо высадил не там где-то. То есть факты грубого может быть обращения. Такие факты есть. По каждому случаю мы детально разбираемся. Сейчас, как вы заметили, у нас в каждом автобусе практически установлено видеонаблюдение. Оно пишет звук, качественное видео. Если поступает какое-то обращение от гражданина, то мы сразу же вычисляем данное транспортное средство, снимаем оттуда видеозапись и уже детально разбираемся. Вопрос тогда по наказанию водителя. Вот доказано, что он совершил правонарушение лицензиата. И что в отношении Немкимера принимается? Ну вот, согласно договорных обязательств, перевозчик должен отстранить водителя до пяти дней для проведения соответствующих инструктажей. А бывают случаи, когда водителя вообще полностью отстраняют от перевозок? Да, если у него неоднократно на него поступают жалобы на одного и того же водителя, более двух жалоб, то там уже идет полное отстранение, то есть увольнение. Предприниматель должен расторгнуть трудовой договор с водителем. Ну а нет, такой ситуации не возникнет, что он спустя какое-то время, пусть даже неделя, месяц, придет к другому предпринимателю на другой маршрут работать. Как отслеживается вот эта ситуация? Ну, в любом случае у нас фиксируется все это фамилия, имя, отчество водителя. И уже в дальнейшем тоже выдается предписание или уведомление. Ну, в целом же ведь все равно нельзя сказать, что все водители, они грубияны. Бывают, кстати, случаи, я был свидетелем, в автобусе ехал несколько раз, когда пассажиры сами являются инициаторами скандала, то есть в отношении них какая-то работа ведется, в отношении пассажиров. Ну, тут вообще, по идее, тут должна вестись работа со стороны перевозчиков, то есть у нас же есть законодательство, статья за клевету и так далее. Ну, и вопрос, связанный, скажем так, со скоростным режимом, то есть как фиксируется скоростной режим, ну, помимо тех камер, да, которые, конечно, установлены, в отношении вашего дела, какая работа ведется, вот водители, все-таки это же бизнес, и один маршрут к другому маршруту как-то пересекаются, и водители не секрет гоняются, и это, конечно, может сказаться непосредственно на безопасности перевозок и жизни, то есть как данная ситуация очень рекомендуется. Да, у нас на каждом автобусе установлено спутник инновационного оборудования ГЛОНАСС, то есть оно позволяет фиксировать скоростной режим, время движения транспортного средства от пункта А до пункта Б. Если у нас есть случай превышения скоростного режима, мониторит она центральная диспетчерская служба, которая находится на линии на 7, нам сразу сообщает, мы тоже выдаем уведомления руководству автобусного маршрута, чтобы он провел профилактическую работу непосредственно с водителем, который нарушил правила дорожного движения. Уже несколько лет у нас в городе очень комфортно, скажем так, стало гражданом, у нас заработало расписание наконец-таки, да, то есть оно в принципе работает давно, но до ума, когда его довели полностью, и вот уже по нарушению количество сократилось тем, что было, то есть с нарушением графиков, связанных водителями. Да, по аналогии прошлых лет, с 2016 года у нас, в общем, жалобы сократились в разы, графики у нас стали соблюдаться, также мы отслеживаем вот по этой же спутникам навигационной системе ГЛОНАСС, там все видно, когда подъехал автобус к автобусной остановке, когда отъехал, когда начал движение, по графику ли он пошел, не по графику, то есть данные все опять же нам поступают, по нарушениям тоже принимаем меры. А насколько хорошо, плодотворно, либо нет, работает приложение умный транспорт, удобно ли граждане, как вообще? Ну, сам лично пользуюсь, как бы удобно, бывают действительно сбои, но это сбои, наверное, связаны, скорее всего, у нас с сотовой связью, интернетом, то есть непосредственно, чтобы использовать данное приложение, нужно подключение к интернету. Ну вот, в целом, очень коротко, вот, как вот эти вот нововведения, как раз-таки спутниковая система ГЛОНАСС, видеонаблюдение в целом, сказывается в пассажирских перевозках? Ну, очень положительно, мы сейчас можем мониторить любое транспортное средство, детально разбираться по каждому обращению, также у нас водитель себя обезопасивает данными устройствами, которые установлены в маршрутных автобусах. Николай Анатольевич, большое спасибо, беседа была действительно интересной, дорогие телезрители, я напоминаю, вы смотрели актуальное интервью, сегодня у нас в гостях был начальник отдела организации и контроля транспортной деятельности окружной администрации города Якутска Николай Ксенофонтов, оставайтесь на нашем канале и будьте в курсе всех событий, удачного вам дня! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова